Добрый вечер, в эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Павел Танин и в этом выпуске. Завоз на север, автомобильные грузоперевозки продолжают удерживать лидерство по объему доставки. Новый год в новом доме. В Якутске сдали в эксплуатацию один из проблемных объектов долевого строительства. Олени, дельфины, белые медведи. Каких животных в этом году доставляли из Якутии воздушным транспортом? В Якутию поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Новые купюры выпустили в октябре этого года. Они не являются памятными и их тираж не лимитирован, поэтому ими можно расплачиваться в магазинах и банках. На банкноте номиналом 2000 рублей изображен космодром Восточный и мост на острове Русский во Владивостоке. На купюре в 200 рублей херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе. На лицевой стороне каждой банкноты есть QR-код. При помощи него можно узнать о художественном оформлении и о защите банкнот. Новые деньги заполняют пустоту между номиналами. Также они обладают увеличенным сроком обращения, так как в их составе есть пластик. А если по каким-либо причинам новые деньги отказываются принимать, то можно обращаться в Центральный банк с этим вопросом. Они являются законным платежным средством. В некоторых случаях торгово-сервисная сеть не обладает достаточной информацией по возможным признакам определения подлинности данных банкнот. Это всегда можно посмотреть на сайте банка россия cbr.ru, либо обратившись в обслуживающую кредитную организацию, которая обладает всей необходимой информацией. Я бы сказал, что с начала этой недели в обращении выпущены банкноты этого номинала. То есть на сегодня они действительно присутствуют и могут находиться в обращении, могут сдавать сдачу. Любой гражданин может внести этими банкнотами, осуществить любые виды платежей, сделать вклад в банках. Прогноз транспортной стратегии до 2030 года показывает, что лидирующая позиция принадлежит автомобильным грузоперевозкам. А в республике и вовсе более 77% объема перевозок принадлежит дальнобойщикам. Вместе с тем Ассоциация дальнобойщиков Якутии указывает на существующие проблемы водителей, которые доставляют жизнеобеспечивающие грузы в Арктику. Подробности далее. Иван Гоголь вот уже более 25 лет обеспечивает продуктами и товарами первой необходимости весь север Якутии. И говорит, что обычные автомобилисты воспринимают дальнобойщиков как весьма приспевающих людей. Но в действительности это сложный рынок с разобщенными интересами и проблемами. В частности, несовершенство транспортной инфраструктуры и климатические условия. Наша основная проблема тут это то, что водителям, выезжающим на север, в обязательном порядке нужно устанавливать колымбаки и дополнительный свет, чтобы точно доехать до конечного пункта. А по сегодняшним законам это изменение конструкции. Именно эти правовые и бюрократические проблемы дальнобойщиков наконец начали обсуждаться официально, говорит руководитель Ассоциации дальнобойщиков Якутии. Переоборудование нужно нашим по северным климатическим, арктическим улусам, которые ездят в северные улусы. Там сильно туман, поэтому на это самая у нас главная проблема в этом. И там освещения нет на дорогах, и придорожного сервиса нет, и ни заправки, ни кафе. Поэтому, видимо, очень плохая. Поэтому наши дальнобойщики сегодня с радостью на этом мероприятии активно участвовали. И впредь будут участвовать. В ГИБДДЖ отмечают, что проблемы с регистрацией переоборудования есть. И они весьма рады, что дальнобойщики сами инициируют решение этих вопросов. По времени у нас сейчас очень много таких изменений, начиная с легковых автомашин. Поэтому это где-то у нас рассматривают в течение месяца, иногда даже больше, потому что запросов бывает много в разные организации или заводы отправляем изготовителей. Соответственно, иногда это до двух месяцев иногда бывает. Поэтому сейчас мы рассматриваем все вопросы, еще дополнительно сотрудника туда будем уделять и так далее. Сами дальнобои говорят, что их цель не выкроить себе какие-то лазейки, а таким образом способствуют превращению рынка грузоперевозок в цивилизованный и законный бизнес. Виталий Абрамов, Евгений Рязанский, НВК Саха, Ликутск. Дольщики северной строительной компании исправили новоселье. Спустя четыре года после обещанного срока участники долевого строительства печально известной компании все-таки смогли достроить объект, но уже своими силами. Прошлой зимой застройщик был признан банкротом. Участники строительства решили взять ситуацию в свои руки. Продолжит тему Сарголана Захарова. Пожилая семейная пара Полуэктова специально приехала на новоселье из Оленёкского района. Сегодня она не может поверить тому, что наконец этот день наступил. Переполняют самые разные эмоции, радость, слезы и в то же время доли обиды и грусти. Мы вошли в долевое участие еще в 2011 году. Хотели, чтобы наши дети во время учебы в университете жили в этом доме. Но столько лет прошло уже с обещанной даты. Заплатили тогда за квадратный метр 71 тысяч рублей. Взяли ипотеку. Потом дом взял под свою ответственность наш председатель Александр Николаевич Михайлов. Мы его очень сильно благодарим за такую помощь и поддержку. Благодаря ему, наконец, мы смогли заселиться. Прошлой зимой северную строительную компанию, которая возводила дом, признали банкротом. Сразу после этого дольщики решили своими силами во что бы то ни стало завершить строительство. Они создали жилищно-строительный кооператив. Председателем выбрали одного из дольщиков Александра Михайлова. Если бы были крылья, летели бы. Сейчас бы было все хорошо. Все нормально. Жители радостные. Все уехали с далекого района. Дизайн интерьера подъезда, цветовую гамму полов и стен выбирали сообща, обсуждали в группе мессенджера. Учли мнение каждого. В итоге получилось не хуже, чем у элитной застройки, шутят дольщики. Республика в свою очередь помогла в завершении строительства 25 миллионами рублей по программе поддержки обманутых дольщиков. И это не единственный проблемный объект, который смогли завершить благодаря совместной работе пострадавших людей и властей республики. В совместной работе жилищно-строительного кооператива, созданного для завершения строительства, и с дольщиками нам удалось ввести 7 объектов проблемных. За 4 года ожидания обманутые дольщики, а теперь уже и новоселы стали не просто соседями, а одной большой семьей. Сарглана Захарова, Андрей Секритов, НВК САХА, Якутск. Стадо оленей, дельфины и белые медведи – необычные пассажиры уходящего года. О том, как, куда и зачем в этом году перевозили животных на самолетах, расскажет Марьяна Кутукова. В марте этого года в Якутске прошел 4-й Всероссийский съезд оленеводов. Для участия в играх оленеводов северных и арктических районов на самолете привезли более 50 оленей. Для их перевозки специально был подготовлен грузовой самолет Ан-26. Для удобства животных в самолете установили стойло. По словам перевозчиков, такие перелеты оленям не опасны, разве что мешали рога. В апреле аэропорт Якутск встретил на борту самолета экзотических животных. Дельфины Зевс и Диди, а также морской котик Рокки, впервые прибыли в столицу, чтобы выступить в бриллиантовом цирке. Их приезд был тщательно спланирован. В самолете животным специально оборудовали мини-бассейн весом 2 тонны. До Якутска из города Одинцова, где проходили последние гастроли, московский дельфинарий летел 6 часов. Дважды побывать в воздухе в этом году досталось Умке Аяне. Сперва 10-месячного белого медвежонка отправили спецрейсом из Среднеколымска в Якутск. Затем на самолете Минобороны маленького хищника доставили в московский зоопарк в деревянном транспортировочном ящике. Якутия проводила любимого найденыша снегопадом. В декабре следующим необычным пассажиром стала знаменитая Харчана. Детеныша Колымана и Ломоносова передали в ленинградский зоопарк. Ее перевозка происходила в два этапа. Сперва в Якутск доставили специальную металлическую клетку под размер медвежонка. Затем клетка отправилась обратно в Санкт-Петербург, но уже с медвежонком. Дождевые черви для рыбаков и семейства енотов тоже в числе необычных пассажиров уходящего года. Еще более удивительным грузом для работников аэропорта стали не животные, а живые елки. В этом году несколько деревьев отправили в Булунский улуз, где елки не растут. Марьяна Кутукова, НБК САХ, Якутск. Якутск сегодня завершился предновогодний турнир по хоккею среди детских команд. Участие в нем принимали спортсмены с 2003 по 2011 года рождения. Их разделили на три возрастные группы. Всего на лед за неделю вышло 15 городских команд. В первой возрастной группе победителем стала команда детей 2005-2006 годов рождения. Во второй лидером стал второй состав команды 2006-2007 годов рождения. Вообще это у нас первый турнир у нашего 2011 года. Пришлось им сразиться с ребятами, которые и на 5, и на 6 лет их старше. Ну естественно там были поражения. На сегодняшний день мы сейчас играем с 10-м годом, с третьим составом. Ну как видите по счету, то есть наши ведут. Это очень приятно, конечно, приятно смотреть, когда результаты тренировок отражаются на табло. И последнее. Никита Кузнецов. Это имя молодого человека еще несколько месяцев назад было известно лишь в родном Нерюнгре, в кругу друзей и среди земляков. Сегодня же Никита финалист федерального проекта «Новая фабрика звезд». О звездном парне из Нерюнгре расскажут наши корреспонденты. Нашумевший проект «Фабрика звезд» в 2017 году оглушил жителей Нерюнгринского района и всей Якутии. Финалистом после нескольких месяцев отборочных этапов и выступлений стал 19-летний Никита Кузнецов, парень из столицы Южной Якутии. Приехал на кастинг, на кастинге было 3000 человек. Там была ужасная давка на улице, просто вот так вот все, как кильки в томате. Отстоял, вышел, выступил, заявил о себе, понравился продюсерам, увидели бы на какой-то потенциал и взяли на проект. Еще считанные месяцы назад Никита Кузнецов, как и подобает простому парню из небольшого города, учился в колледже и подрабатывал в Нерюнгре. И параллельно писал стихи и песни, которые впоследствии стали хитами. Сегодня его треки знает молодежь со всей России, а нерюнгринцы искренне гордятся своим земляком. Очень большая гордость для нас, для его земляков, то, что наш земляк-нерюнгринец, тем более молодой человек, будет представлять нашу республику на таком высоком федеральном уровне. Это очень радостное событие для нашего города. Желаю ему дальнейших творческих свершений, чтобы он и дальше представлял наш город, наш регион, нашу Якутию. За плечами у Никиты несколько месяцев, проведенных под камерами в рамках реалити-шоу и отборочных выступлений. А впереди встреча Нового года в кругу семьи и большой концерт в родном Нерюнгре, который состоится 13 января. Далее перелет обратно в Москву и дорога к новым вершинам. Игорь Акимов, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгре. Таким мы запомним уходящий день. О том, что будет дальше, расскажет Якутия. Я на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова